Всем привет! Вы слушаете подкаст Дикие Утки в студии Дарья. И сегодня у меня сразу два гостя. Это Иван, который будет рассказывать истории, и стесняющийся Виталий. Который не будет рассказывать истории. Вы все слышите, как стесняется Виталий? Вот. Как-то так. Ну что, Иван, добрый вечер. Вечер добрый. Вечер уже, да? Ну, вроде как, да. Ты вот знаешь, я пока ехала на подкаст, я не знаю, знак это или нет, но, значит, произошла авария на дороге. Чуваки очень удачно встретились, перегородили сразу две полосы. Ну, то есть, в одну сторону две полосы едут. Классика. Объезжать, естественно, только по встречке. Не знаю, возможно, это реально был знак, типа, Даша, может, не стоит сегодня ехать на подкаст. И вот ты сегодня либо подтвердишь эту теорию, либо опровергнешь. Спасибо. Спасибо. Все зависит от тебя. Не люблю, когда мне так говорят. Все что, все зависит от тебя? Да. Ответственность? Ты миллениал? Да. А, привет. Добрый вечер. Ну что, истории сегодня будут о чем-то, какой-то определенной направленности? Вообще обо всем. Определенной направленности нет. Есть потрясающие истории от знакомых, ну, как бы, про армию, так сказать. То есть, ты был в армии? Нет, я не был в армии. Или это от знакомых про армию? Это от знакомых про армию. Именно вот история моего знакомого, который вот служил в армии и очень хорошо отслужил, и до сих пор служит. И еще долго будет служить. То есть, это хорошо или плохо? Спойлер. Это уже кому как решать. Я думаю, как он получил вот этот вот срок, что он будет долго служить еще, это было очень хорошо ему. Ему было классно. Класс. Очень класс. Прям, да, бомба. Вот. А остальные истории, ну, так, из жизни связанные. Парочку историй с тем, ну, с каких-то последних событий, которые случались в жизни. Ну, расскажи нам вообще немного о себе. Чем ты занимаешься, чем живешь? Музыкант. Такой портрет. Да, портрет. Портрет, я такой, короче, блондин. Глаза, не знаю, кто-то говорит голубые, кто-то зеленые, кто-то что-то между. Я не вижу, потому что тень падает на них. Ну, вот, я могу вот так сделать. Все равно ничего не видно. Либо я плохо вижу. Либо я Элджей, как бы. Может, у меня нет срочков. Вполне возможно такое. Вот. И, ну, как бы музыкант, музыкой занимаюсь, ну, музыкант. Вот это все. Окей. Что за музыка? Когда-то писал бардовскую песню. Сейчас немного переключился. Ну, есть такая вещь, ну, как бы не достает, как это, пространства не хватает. Вот, так правильнее будет. То есть, когда ты не можешь вложить настолько много в куплет там или в припев, чтобы вот передать это все. И в итоге сейчас занимаюсь больше. Ну, не знаю, это не рэп, наверное. Это что-то между попом и рэпом. Ну, да, это смешно. Я не спорю. Но суть уловили, как говорится. Короче, у нас в гостях бывший бард, который пишет между попом и рэпом. Да. Мне напоминает это анекдот про лупу и пупу. Что? Ну, кто знает, тот поймет, как говорится. Почему? Ну, ладно. Я... Возможно, я даже догадываюсь. Ну, ладно. Давай перейдем к историям. К историям. Ну, первое, о чем сегодня я хотел рассказать, это, как говорится, о насущном. Ну, как бы девятнашка все-таки. Я молодой, амбициозный, вот это вот все. И первая история, она про армию. От знакомого. От знакомого, да. Это потрясающая просто история. Десять из десяти. В общем, пошел один мой знакомый. Имен я не буду называть, части тоже. Можешь выдуманные придумать. Не стоит, я думаю. Даже выдуманные не хочу, я боюсь. Окей. Знакомый этот пошел в лес, собственно. Его отправили в соседнюю часть, но он пошел пешком, потому что до нее было около там двух километров, может, трех, ну, немного, то есть буквально 20-30 минут ходьбы. Вот. Шел он по лесу, шел и нашел грибы. Как будто притчу рассказываешь. Да, но он случайно их нашел, но не обычные грибы, как говорится, а золотые. Да. Вот. Но он их нарвал, собственно, в рубашку, забрал и пошел в часть обратно в свою. Это он уже будучи служащим, да? Ну, его отправили, да. Его командир отправил в другую часть, в соседнюю. А, все, понял. Вот. Он пришел с этими грибами, ну, понятно, что это галлюциногенные все дела, но вот. Он пришел с этими грибами в часть, ну, полная рубашка у него была, положил их там, ну, его, как бы, как это называется, сослуживцы, те, кто с ним в казарме жили, они это увидели, ну, говорят, ну, что это такое, зачем ты принес грибы? Что, дурак, что ли? Да, ты что, идиот? Вот. Ну, он им пошел, показал. Зачем? Это уже интереснее. Они, короче, собрали этих грибов, килограмма два, наверное, грибов, принесли это в казарму, повесили на ниточке, на окна, а на следующий день приехал полковник. И, я извиняюсь, но он охуел. Он зашел просто к ним в казарму, а там, блядь, два килограмма грибов висит, галлюциногенных. Прекрасно. Они как-то отличаются, да, внешним видом? Я никогда не видела. Ну, естественно, они отличаются. Я тоже не видел, не знаю, как бы, вот, но они отличаются, да. Ну, то есть, мухомор с ним не спутаешь. Ага. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот это вот они пришли. Полковник на это все дело посмотрел, сказал то, что они немножко обалдели в своей жизни. Явно полковник не так выражался. Совсем не так, абсолютно, я бы сказал. Вот. Ну, как бы, два килограмма грибов, это по 228-й статье у нас особо крупные размеры. И это около 7-8 лет лишения свободы. Но это не точно. Сходил. Я, конечно, юрист будущий, но еще не до конца. Это лучшее резюме. Я, конечно, юрист. Будущий. Да, но это все не точно, если что. Но это не точно, да. У меня, к сожалению, нет уголовного кодекса под рукой, был бы, сказал бы. Но это много. В общем, места не столь отдаленные, ждали нашего друга прям надолго так. Вот. Ну, собственно, ему предложили другой вариант немного. Ему предложили... Выкинуть их. Нет. Зачем? В армии не так строго. Нет, естественно, их выкинули, утилизировали и так далее, но ему полковник сказал то, что либо ты лишаешься свободы, либо подписываешь контракт на 5 лет. А, вот так. Да. И сейчас у нас контрактник этот служит. Класс. И служить еще будет долго. О том, о чем я говорил в самом начале. Это же пипец какая фиговая история для типа. Ну, не знаю, ему понравилось, я думаю. Там же не прямо 2 килограмма было, там чуть больше было, а вот когда пришел полковник, уже было меньше. Поэтому, я думаю, типу понравилось. Это просто он взял грибы. Ну, да. Как грустно. Когда захотел взять грибы, но что-то пошло не так. Вот, да. Хотел как лучше сделать, а получилось как всегда. Получилось как в армии. И сколько ему еще? Еще 5. Я думаю, нет, ему еще 4, по-моему, или чуть меньше, может быть, может чуть больше, не знаю. Точно не помню. Ну, как бы знакомый, не прям так, чтобы близко общаемся. Вот. Вот подобная история. И подобными историями сегодня будет, я думаю, весь вечер забит. Прекрасно. Что, есть уже следующее? Ну, историй много. Все-таки, хоть и 19 лет, но... Но они прожиты не зря пока. Они очень не зря уже прожиты. Они были насыщенными. Да. Вот. И следующая история была тоже здесь, недалеко от центра, где мы сейчас сидим. Это уже как... Тоже про наркотики. Я не знаю, почему-то в моей жизни... Как удивительно. Пришел в студию музыкант и рассказывает истории про наркотики. Ну, я... Какая неожиданность. Я просто, да, вот я еще месяцок, и я буду прям вообще пепельным. Я этот, лил пип, вот этот, ну, царство небесное, наверное. Я не верю в бога, извините. Вот. Но это не точно. Но это не точно, да. Вот. И, короче, эта история была... Ну, как бы, те, кто живут у нас в городе, все знают этот прекраснейший, в кавычках, бар Killfish. Он еще есть? Есть. Там отличные бармены работают, я вам так скажу. Поговорить можно на любые темы, начиная от хроноса, заканчивая проблемами политики в России или в другой, ну, в ближайшем... Ой, я тебе таких барменов на каждой кухне России найду. Без проблем вообще. Сам работал на кухнях, поэтому... Это не проблема абсолютно. Еще одну историю, кстати, вспомнил. Запиши. Про кухню поговорили, да? Я запомню, я думаю. Все так говорят. Ну, хорошо, запишу. Могу тебе листочек дать. Ну, давайте. Ладно. Я же это музыкант, писатель. Я еще сейчас стихов вам напишу здесь. Прекрасно. Это шутка, это не точно. Тут как бы вот такое. Ну, вот примерно вот это. Жалко, что никто не видит, но именно это примерно... Это просто, по-моему, тетрадка Титова. Это примерно Святослав Свидригайлов. Он же сатана печет блины. Там, чтобы вы понимали, там, да, нарисованы бородатые мужчины. Бородатый, красивый такой, мужественный. Ну, русский сразу видно. Вот. Сейчас, секундочку. Чуть-чуть я... Буквы вспоминает человек. Ну, да. Я давно школу закончил уже. Давно, он говорит, что он закончил школу. Относительно. Все в этом мире относительно, поэтому... Относительно меня ты недавно закончил школу. Ой. Сколько? Лет 18 вам. Ой. Это что-то дурак, что ли? Вам. Самое главное здесь вам. Вот именно, блин. Противоречия налицо. Так вот. В общем, история следующая была у Килфиша. Ну, как бы, какое-то время я был довольно частым гостем там. Был такой период, скажем так, в жизни. У каждого из нас был такой период в жизни. Период Килфиша. Так называемый. Да, определенно. Вот. И получилась такая история, то что, ну, время как бы 3 часа ночи. Ну, можно сказать, утра там уже, недалеко от 4 было. Вот. Я немножечко в странном состоянии, ну, в интересном, я бы сказал, состоянии, как бы, организма. Я выхожу из бара, ну, стою, закуриваю сигаретку и жду такси домой ехать. И тут по Красноармейской у нас проезжает полицейский патруль, патрульная машина. Вот. И, собственно, они останавливаются, выходят, подходят ко мне. Казалось бы, ну, человек у бара стоит, ну, даже если он шатается или еще что-то с ним не так, а я думаю, что-то со мной было не так. Но все равно все логично. Ну, логично, да. То есть ты видишь, что это... Ничего необычного. Да, что это бар. Но, видимо, полицейским показалось, что... Я уважаю очень сильно нашу полицию, если что. То есть никто ничего не думает, вот. Но они... Они меня не уважают. Вот, да. В общем, они остановились, вышли с автоматом. Самое смешное. Да. Ну, то есть один из них просто был как бы в форме, а второй... Ну, это не смешно. Мне, по крайней мере, в тот момент было очень не смешно. Ну, как бы, когда ты... Так странно. В интересном... Да, вот когда ты в странном состоянии, к тебе подходят двое людей, один из которых с автоматом, в полицейской форме, у тебя очень не смешно становится. Вот. И они, собственно, подходят ко мне такие и говорят, ну, сначала, естественно, документы ваши просят. Я, собственно, показываю им эти документы. И они говорят, что употребляли. Я говорю, алкоголь. Ну, логично. Пошел перечислять виды алкоголя. Ну, да. Нет, скорее шоты, которые заливал. Вот. И, собственно, они стоят такие, стоят, что-то смотрят. Думают, как бы автомат применить. Ага. Нет. И они стоят, смотрят на меня, говорят, что-то ты не выглядишь на пьяного. Ну, тут у меня, естественно, логичный вопрос возникает, а как должен выглядеть пьяный человек? Я должен валяться рядом где-то с баром, я думаю. Ну, блевать. Возможно. И в луже вот, как бы, ангела делать. Что делать пьяный? Наблевал и в луже делаю ангела. Красота. Вот. А ты попробуй. А опыт есть, да? Всем советую. Нет, я так не делала. Нет, правда не делала. Это так можно маме говорить. Правда не сиди делала. Здесь в кругу своих можно было бы и признаться, как говорится. Ну, ладно, опустим эту тему с блевотиной и ангелами. Собственно, этот... Ну, они говорят, что ты не похож на пьяного человека. Ну, я им, естественно, предъявляю то, что, мол, а как должен пьяный-то выглядеть в ваших глазах? То есть, я должен реально блевать, наверное, валяться рядом с подзабором просто из сигареты, которая вот не той стороной поджена. Вот. Подожжена. Ну, они, собственно, говорят, давай-ка ты с нами пройдешь. Ну, я ж юрист будущий, я уже говорил, собственно, я начинаю, ну, как бы предъявлять по факту. За какие такие заслуги вы просите меня пройти? Да, я пьяный, но вот мои документы, 18 мне, как говорится, есть. После 11, ой, после 10 могу гулять, все хорошо. Ну, это как лирическое отступление. Вот. Они говорят, нет, ты пройдешь с нами. И второй хватается за автомат. И он просто, ну, он типа за рукоятку взялся и держит его прям. Я сижу, естественно, ну, стою как. Ну, ты так думаешь. Да, я думаю, что я отстаю, на самом деле, я думаю, я сидел. Вот. Ну, естественно, я, как бы, возмутился такому отношению к себе. Говорю, мол, ну, ладно, конечно, на каком таком основании, но пройдемте. Мол, я не буду с вами преликовать. Сейчас это вы со мной пройдете. А то я мог и не пройтись, а проехаться. И, может быть, и ненадолго. Ну, как бы, суток на 15. Класс. Вот. Ну, я прошелся. В общем, я провел еще дня, ну, ой, дня, господи. Часа три, наверное, четыре в их машине. В общем, они думали, что я под травой. Да. Я не знаю, почему я выгляжу пьяным, как под травой. Потому что... Ну, это я не знаю. Это надо будет эксперимент проводить. Проверять, естественно. Вдруг они правы. Вдруг ты сейчас вот на них что-то там наговариваешь, а реально похоже. В килфише нельзя. Извините. Вот. Килфиш уже не тот. Килфиш уже не тот. Не, ну, бармены там по-прежнему классные. Я ничего не могу сказать. Еще те. Да, еще те. Вот. Ну, и, собственно, я как бы прошелся вот это вот. Посидел с ними еще три часа. Они все пытались, пытались меня вот это вот проверить, что-то там на кровь взять, еще что-то. Я говорю... С помощью автомата. Так кровь берут. Ну, вообще, да. А вы не знали? Ну, стреляют. Ну, как бы, да, я же думала, что. Вот. И, собственно, ну, как бы... Я не понимаю, на самом деле, как бы они брали эту кровь на самом... Ну, по факту. Я мог дунуть в трубочку. Там бы показалось, что... Ну, он бы сломался, наверное, этот аппарат их. Но, как бы, каннабидоиды, которые ТГК находятся непосредственно в марихуане, они бы не вычислили. Вот. В общем, меня отпустили через три часа. В семь утра я дождался такси уже следующего. Потому что таксист, который до этого должен был приехать, он приехал. Он простоял часа с пол, наверное, я... Если вдруг он слышит это, может быть, он подписан, ну, я не знаю, как это... Слушает подкаст «Дикие утки», то таксист, извини меня, пожалуйста. Да, ну, мало ли. Ну, слушай, это не твоя вина. Ну, ты же... Ну, я же пьяный был. Ну, ты же был просто пьяный, а не накуренный. Ну, просто два мента доколебались. Материться, вроде говорили, можно. Но мне нет. Ладно. Вот. Ну, и, собственно говоря, как бы такая история произошла. Я приехал домой в восемь утра, спокойно лег спать. Но, правда, ну, как бы я уже был немножечко от... Как это называется? Немножечко уже трезвый. Уже не такое интересное состояние. Уже не такое, да, не настолько интересное состояние. Вот. Не знаю, насколько эта история на самом деле будет интересна людям, которые это будут слушать, но... Ну, как бы я надеюсь, рассчитываю, так сказать. Вот. Народ, на вас рассчитывают. Да, это как говорится. Будьте любезны. Это, как говорится, жизнь. Вот. Собственно, следующая история связана... А, это все? Это конец? Ну, да, я приехал домой, меня отпустили, слава богу. А что, вы бы хотели, чтобы это был не конец, да? Я думала, что-то еще будет. Пятнадцать суток в обезьяннике, три года воркуты. Ну, хотя бы. А то что это? Приехал домой, просто лег спать. Ну, да. Ну, а что еще люди делают? Нет, ну, я же говорю, это жизнь. Как бы, людям после такого бурного вечера, ночи и утра не особо что-то хочется. Нужно было прийти в себя. Да. Вот, следующая история связана опять с травой, но уже не про меня. То есть, подожди, прошлая история, по идее, была без травы. Ну, с наркотиками. Вот ты испалился. Неправда. Я ничего не говорил неправильно. Все хорошо. Окей. Вот, короче. Тоже опять с наркотиками, но уже, правда, не меня это касается, а с человека, с которым я работал. В общем, был такой период в моей жизни. Сразу после килфиша. Нет, до килфиша. До килфиша это как бы по левелам идет, то есть, первый левел. Унипица что? Аригато. Но недалеко. Это то же самое, что унипица. Аригато недалеко что? Я говорю, это вот как унипица, только вот... Только японская. Только японская, да. Причем, кстати, я не понимал никогда, почему оно называется аригато. Это как бы в переводе с японского вроде как спасибо. Ну, типа спасибо, что зашли. Я пришел в ресторан, спасибо, спасибо. Вот. Ну, как бы это так, наверное, должно было работать. В общем, я работал там офиком, да, официантом. И у каждого, да, бывает такой период. Вот период аригато. Период аригато, потом период килфиша, потом еще что-нибудь вспомним, будет следующий период. Названия могут меняться как бы. Но суть заведения всегда остается прежней. Аригато это не бар. Заведение. Ладно, хорошо. Моя ошибка, извиняюсь. Ну, вы извините, если что. Вот. Собственно, я пришел в аригато работать официантом. Работал, работал. И был у нас там такой классный повар. У нас вообще было... Весь коллектив был довольно-таки, ну, реально классным. То есть все такие добрые, отзывчивые, смешные. Вот смешные самое главное. Работать в унылом коллективе – это самое, наверное, паршивое в жизни, что может быть. Очень сильно не понимаю. Это лирическое отступление такое небольшое людей, которые работают вот в офисах всю жизнь или что-то такое. Я понимаю, что это как бы как пчелы государства, которые трудятся. Ребята, вас сейчас тут всех обосрали. Простите. Вот. Ну, я говорю... Нет, я не обосрал. Я сказал то, что я их не понимаю. То есть, ну, как бы все время работать в душном офисе – это... Слушай, ну, в офисе же тоже может быть веселый коллектив. А? Ну, если там будут такие люди, как в Аригато, то да, определенно. Хотя бы один человек, мне кажется, вот в офисе должен быть веселым. Вот если ни одного нет, вот это вообще печаль. Это не печаль, это пиздец. Я не представляю, как с этим... Я понимаю, что вам нельзя материться, но как бы... Нет, нет, нет. Когда нет смешного человека в офисе – это печаль. Пиздец – это когда есть человек, который думает, что он смешной. А, ну, это еще хуже, да. Да, это... Ну, такое я называю тотальный пиздец. Собственно, когда... Ну, смотрите, выбирайте классификацию либо Ивана, либо мою, как вам удобно. Да. Скоро выпущу словарь, вы... У нас тут методички, словари, скоро пойдет вообще. В курсе будьте. Это самое, следите за новостями. Вот. И, собственно, я работал вот в этом аригато. Вернемся все-таки к теме, а то меня сейчас понесет в политику еще куда-нибудь. Это будет не особо, я думаю, смешно, забавно и классно. Мне кажется, аригато – это должно быть твое стоп-слово. Возможно. Вполне возможно. Особенно в споре про политику. Ага. Такой, только начинаю... Аригато. Аригато, да. Только произносятся просто первые буквы уже, и тут сразу аригато. Вот. И у нас там работал такой классный парень. Было два повара шикарных. Был су-шеф, ну, как бы, его звали Максим. Зовут, я думаю, почему звали. Вот. И он был такой классный, веселый, все дела, но не дотягивал. Вот что-то не дотягивал, не хватало что-то. А был еще Тоха. Его именно никто не звал. Антон еще. Его все звали Тоха. А это человек, который не находился в трезвом состоянии никогда. Вообще никогда. Нет, не алкоголь. Я же говорю, история про траву. Я уже просто забыла. Он вообще не выходил из этого состояния. То есть, вот ни на секунду. Он, извиняюсь за выражение, но он ебашил на кухне 12 часов без перерыва, 6 дней в неделю. И ему было норм. Я понимаю его. И он был очень веселый, да. Ну, как мне объясняли, типа, в таких местах, то есть, там, работать не вариант, мне кажется, по трезвяку, потому что, ну, реально, ты работаешь по 12, по 14 часов в день. Ну, вообще, я говорю, я его понимаю, прям. Там либо что-то пить надо, либо чем-то закидываться, либо что-то курить, чтобы ты выдерживал вот такой темп жизни. А это же еще кухня, ты как бы постоянно в потуху жарко. В движении. Вот, и, собственно, Тоха был самый веселый человек коллектива. Он, вот я говорю, он ни на секунду не останавливался. И в последние дни, когда я там работал, у нас пришла СЭС проверка. Причем второй раз за два дня. То есть, она в один день приходила, проверили кухню, все хорошо, все идеально. Да, если кто-то будет это слушать, в Аригото все хорошо. Как бы, можете не приходить. Аригото еще есть? Аригото еще есть, естественно. Ну, на Славянском есть Аригото, в парке Европа. Есть такой микрорайон в нашем городе. Ну, я что-то Славянское кладбище сразу вспомнила. Ну, я считайте, живу там. Вот. Окей. И там есть парк Европа, и там есть Аригото. А есть еще второй на Восточно-Кругляковской. Ну, это совсем. Не завидую людям, которые там работают и живут не на Восточно-Кругляковской. Как бы, потому что, ну, это ладно, это уже люди из нашего города поймут. Добираться, что тяжело. Очень. Это целое испытание. Слушай, я не знаю, в какой район добраться легко. В СМР. Очень легко. На трамвай буквально сел. Или еще на что-то. Ладно. Я буду защищать свой район. Там очень много наркоманов. Что, подеремся? Давай. После подкаста. Хорошо. Вот. Виталик, ты слышал, да? После подкаста. Виталик стесняется. Виталик просто нужно, чтобы как свидетель был, что вот стрелка забита, и она теперь не отмажется. А, Виталик, подай голос. Я тут знаю. Меня слышно? Да. Последний день из этого аригото, ну, не последний, а последние дни, когда я работал, собственно, пришла эта проверка СЭС. Уже второй раз, то есть первый раз проверили, все хорошо. Второй раз она просто сидела в зале, и там был мужчина, я как бы заказ ему принес. Он заказывал лазанью с колбасками этими баварскими. Угу. Я прихожу на кухню за заказом, и стоит Антоха. Тоха. Извиняюсь, я извиняюсь сразу как бы. Вот. Стоит Тоха. Я не знаю, как он вообще стоял в этот момент, но он, это утро было, это вот прям утро. А ресторан только открылся, и он стоит, он просто не понимает, что вокруг происходит. Мимо него вот просто как этот шутинг-стар песня вот у него в голове играет. И он вот просто стоит на этой кухне, а вокруг космос крутится. Вот. И я захожу, начинаю говорить, типа, Тоха разговаривает со всеми, а я говорю, Тох, ничего, типа, там СЭС сидит в зале, у тебя все хорошо. Тут разворачивается с ушеф Максим, такой, что, какая СЭС, в смысле, типа, что за фигня. Ну, я объясняю, то, что там вот сидят люди, типа, разговаривают, все хорошо у них. Макс начинает выгонять Тоху. Я говорю, мол, так, ты, типа, ты обкуренный, но по факту обкуренный. У тебя, конечно, все хорошо, но... Но ты обкуренный. Но ты обкуренный, да. Его, если что, не Тоха звали. Это так, вы сказали, просто можно. Имена такие, вот. Вот, и, собственно, этот Тоха, он стоит, смотрит на меня такими глазами по пять копеек. И, собственно, я им говорю, да уходи с кухни, дядя. Если они сейчас зайдут, это полетит, типа, это все, это конец. Прощай, аригото. Прощай, аригото, да, скорее всего. Блин, как бы я не подставил сейчас этот ресторан, а то мало ли, вот. И скажу, что это тоже выдуманное, это не аригото. Может быть, Тоха там уже и не работает? Я его видел недавно. Ну вот ты и спалил, боже мой. Мог бы сказать, да, да, он там не работает, все. Нет. Я очень плохой человек. Окей. Вот. И, собственно, самая, вот развязка всей этой истории. Я очень долго рассказываю, наверное, кому-то, может, уже неинтересно. Развязка всей этой истории была таковой. Макс начинает орать на Антона. А Антон поворачивается на меня, я забираю заказ. Он смотрит на эту яишенку и говорит, кто обкуренный? Я обкуренный, я не обкуренный. О, это что, лазанья? И я просто... Я начинаю ржать, собственно, разворачиваюсь, начинаю уходить. Слышу, как Макс берет просто полотенце, начинает долбать Антоху и выгоняет его с кухни. Вот такая вот история. Подожди, вот у меня единственный вопрос после всей этой истории. Так. Лазанья – это что? Я понимаю, что лазанья – это немножко другое, но там это называется так просто лазанья. Я думала, ты перепутал с глазуньей. Нет. Ага, все, видите ли? Все четенько. Возможно, я перепутал с глазуньей. Нет, все не четенько. Но это не точно, абсолютно. Ладно, просто ты сейчас сказал лазанья с баварскими колбасками. Я сейчас думаю, блин, а как это? Оу. Как это? Как-то странно. Я думаю, Виталик может показать. Я не хочу. Господи, что происходит? Извини, пожалуйста. Вот. Это правда очень пошло, как-то слишком прям. Что, есть еще что-то? Ой. Я про историю, если что. Покажите весь ассортимент. Ну, типа того. Нет, истории, конечно, много. Надо что-нибудь вспомнить, так сказать. Пока что можем про политику поговорить. Так, аригато. Завершающая история из жизни. Она будет не с наркотиками связана, но в коем-то веке. Мне тогда не было 18, скажем так. Это было довольно-таки давно. Года, наверное, блин, три назад. Лет 17 мне было. И, короче, история такова. Я приехал к своему другу после дня рождения. Ну, то есть он снимал квартиру, праздновали там. Я не поехал туда сначала. Праздновал так, как он там с девушкой, с друзьями, еще какими-то. Ну, на что я, естественно, ну, не решив просто туда ехать, я не особо люблю шумные компании какие-то. Особенно, если там нет наркотиков. Особенно, если там это не келфиши, я не могу попиздеть хотя бы с барменом. Если это не оригато. Если это не оригато и там нету тохи. Не, тоха потрясающий, не надо, не трогайте тоху. А кто его трогает? Не знаю. Интрига дня, кто трогает тоху? Да. Можно еще так назвать, в принципе, подкаст. Интрига дня, кто трогает тоху. Вот. Ну и, короче говоря, приехал я после всего действа днем. Это было где-то часа два. Вот. И я приезжаю, сажусь, как бы. У меня был... Это следующий период. Период, когда мне было не особо хорошо. Ну, это на самом деле у каждого было в жизни. Типа такие веселые времена, когда у тебя все немного из рук валится. Или что-то такое. Ну, я не ноюсь. До сих пор такой период. Он длился на протяжении килфиша и оригато. Он как бы всегда. Да, вот. И я как бы сажусь. Сажусь в кресло, что-то разговариваю там вот с девушкой этого друга. С самим другом. И тут меня... Вот друг выходит из комнаты. А меня его девушка просит. Убери, пожалуйста, бутылку. Вот там на столе стоит бутылка водки. Мне очень впадло вставать. Убери ее куда-нибудь. А то она меня манит. Да. Но я как бы... Ну, я как бы выполнил, скажем так, эту задачу. Я встал, забрал бутылку, сел и убрал ее в себя. Выполнил задачу. Ну, задача была выполнена. Бутылки не было. Окей. Как бы. Она не была полная, но... Ты так сейчас сказал, убрал в себя. Я убрал ее. Выпил. Ну, я же русский. Вот. Это тоже сложная шутка, наверное, но кто знает, тот поймет. Вот. Да, я ее выпил, естественно. Я сел на... Что? Серьезно? В кресло. Даша, ты вот говоришь, что пошлый подкаст. Я не говорю, что он пошлый. Я говорю, что он порочный. Хорошо. Ты говоришь, что это порочный подкаст, а на самом деле ты говоришь, что я сажусь на бутылке. Это ты говоришь, что ты садишься на бутылке. Виталик, я говорил такое? Намекнул. Намекнул. Виталик молодец. Саня, выйди, пожалуйста. Он работает. Он работает, просто ты его включи. Он работает, слышно, да. Короче, история. Чем закончилась? Ну, как бы, бутылка водки в меня... Меня плохо берет алкоголь. Это правда. То есть... Расскажи это тем ментам, которые тебя на Красноармейской остановили. Я был пьяный, но я был... Ну, как бы, я мыслящий был, скажем так. Нет, есть люди, которые вообще амебы становятся, когда пьяные. Они просто вот лежат, и им классно. Завидуй. У меня такой период наступил в жизни. Вот. Как раз вот этот день, когда с водкой, я, ну, как бы, выпил бутылку водки практически залпом. Извините меня. Я не знаю, как... Я извиняюсь, как ты не сдох. Я не знаю. Вот. Ну, там не бутылка прям была, я говорю, там чуть меньше, но больше половины было. Но меня убило, скажем так. Ага. Это вот... Йоу, как вы все там, привет с того света. Это гуф, это умер. Вот. Актуально. Да. Это очень актуально. Это вообще... Это мой конёк на самом деле. Шутить вот актуальными шутками. Ага. Самыми актуальными. Вот, вот... Она ещё не вышла, а я уже шучу. Окей. Да. Вот. Короче, я лежу уже, да. Я был на кресле, но я лежал, поверьте. И... Блин, я вот сейчас задумался, просто в голову пришла такая мысль людям, которые слушают ваш подкаст. Ну и хуй его знает. Мне кажется, им будет не особо интересно слушать, как истории какого-то чувака, который сидит... Который в 17 лет выжирает бутылку водки в одно лицо. Слушай, ну ты же не знаешь, что люди до этого слушали. У нас же много было подкастов. Я периодически слушал то, что люди слушали. Я же тоже вроде человек. Но это не точно. Ну ты же выпил бутылку водки и не умер. Ну походу да. Кстати, вот навели вы меня на мысль такую странную. Ну вот. И, собственно, я лежу. У меня немного всё плывёт. Немного. Да, я говорю... Мне... Карету мне, карету. Вот это... Ну мне приносят ведро. Вот. Окей. Собственно, ну я сижу с ведром, обнимаю его. Вы не представляете. Это было... Это самое... Это было самое такое тёплое и милое ведро в моей жизни. Вот просто. Я сидел, и это как будто маленького ребёнка держишь на руках. И блюёшь в него. Боже. Вот. Виталик качает головой. Виталик всегда качает головой. Ему всегда всё не нравится. У меня просто маленький ребёнок, мне тяжело это слышать. Подожди. У тебя были случаи, что ли? Нет. А, ну я думаю, флешбейки извинят нахуй. Ну ладно. Просто маленький ребёнок, блевосина. Да всё, всё хватит. Ладно. Это отвратительно. Ну, такова жизнь с Аля Ви. Она отвратительна, да. Это правда. Да. Ладно. Так вот. И, собственно, я сижу с этим ведром, да, оно уже стало мне родным. Вот. Его периодически меняют. Там... Я извиняюсь за подробности, да, но это будет интересно, я думаю, это будет смешно. Это вот была такая типичная хата для вписок. И это ведро, чтобы вы понимали, оно было... Оно в прижарках было, и мы не могли понять, что это. Что такое прижарки? Ну, в смысле, очень много прижаренного было в ведре. Ну, то есть... Ага. Ну ладно. В ведре. В ведре кто-то что-то жарил. Ага. Мне, блядь, уже этого хватило, в принципе. Но оно было таким родным, и как бы... Вот. И оно было нежным. Окей. Вот. Противный подкаст получается какой-то. Ну, собственно, мы сидели. Я и ведро. Вот. И тут меня заметили. Вот, как бы, друзья, они в этот момент, ну, они все чем-то там своим занимались, квартиру подготавливали. Ну, отдать же надо все-таки, съемная хата. И тут кто-то мельком глаза заметил то, что, ну, я сижу. Как бы, у меня спрашивают, Вань, где бутылка водки? А я показываю, вот, просто одной рукой на пол, она, ну, как бы, лежит, вот, жаль, что не видят, это, как бы, да. Вот. А вторая вот на груди. Вот так. И вот, как бы, этим все было сказано. Вот бутылка там, водка здесь. Вот. В районе сердца просто, я же русский. Вот. И, в общем-то говоря, ну, как бы, они спохватились, потому что там была практически, ну, как бы, она была не полная, я уже говорил об этом, но там было больше половины. Они смотрят, поднимают, там ее нет вообще. Ну, вдруг начинает немного паниковать, что со мной делать, потому что, ну, как бы, все трезвые. Я сижу, вот, вот просто я сижу, нет, я лежу с ведром, и у меня все хорошо. Вот. Они думали просто, что я немного ее выпил, и мне плохо стало, или что-то такое, не ел там натощак. Они просто не представляли масштаб трагедии. О, да. Когда они, ну, вот я говорю, бутылку увидели, это было, нужно было просто видеть эти глаза, которые смотрели на меня, вот, как хатика, когда ждал своего хозяина. Вот просто они смотрят на меня, и вот в них что-то, вот в них космос, вселенная. Что-то оборвалось внутри. Да, в них что-то, что-то остановилось. Ну, меня поднимают, собственно, тащат в душ, начинают, ну, это уже такая стандартная процедура. Да, стандартная процедура. Тут уже не особо кому-то будет интересно. То есть, я вышел потом из душа, там, все хорошо, мне посадили на такси, но самое главное приключение началось, когда мы сели в такси. Ага. Да. Ну, там же движение. Нет, нет, я уже не блевал после этого. Мне хотелось, но нет, этого не было. Фу. Я же воспитанный. Я воспитанный, это правда, у меня потрясающее воспитание. А еще я ЧСВ. Я не хочу, чтобы вы думали, что ЧСВ, я хочу, чтобы вы знали, что я ЧСВ. Что это? Чрезмерное чувство собственного, собственной важности. Ага, хорошо. Да. Но это тоже шутка. Хорошо, да, я посмеялась про себя. Я не слышу. Я тихонечко посмеялась про себя. Не особо все интересно, но, в общем, короче, это приключение было... Ну, вот примерно, если бы я сел трезвым абсолютно в стеклышко просто, куда-нибудь за руль тысячелетнего сокола и пролетел бы пол галактики, вот примерно такое же было бы впечатление, точнее, примерно такое же было впечатление от этой поездки. От одного конца города с Черемушек до дома. Да, потому что, когда мы ехали мосты, я блябуду, я думал, мы взлетаем. Ну, так же, тошнит, как бы, подъем высоты, как бы, ну, смотришь направо, а земля уже где-то далеко. В общем, ты открыл новые миры. Ого, это еще нет. У меня много слишком историй, но их не все, я думаю, можно тут раскатывать. С открытием миров. Да. В принципе, в четырех историях описал всю свою жизнь. Ну что, мы проследили за жизнью Ивана с периода оригато до... или откуда? Нет, это получается в обратной последовательности. Период вот этой вот... Нет, дружбы. Ага, с периода дружбы. Дружба, да. Потом был период оригато, а потом был период киллфиша. И до сих. До сих период киллфиша закончился, но начался новый. Какой у тебя сейчас период? Я говорю, не все я могу рассказывать. Ладно, и какой-то очень секретный период у Ивана. Ну, это да. Пока неизвестно. Можно быть, когда-нибудь он расскажет. Я просто с друзьями общаюсь, а они там типа служат сейчас, МВД, ФСБ, ну да. Я не знаю, зачем я это вообще нахер сказал, но это просто к секретности было. И я подумал, ну ФСБ, что еще может быть секретней? Ну и на этом мы завершаем наш подкаст. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока. Всего доброго. Не, ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok